в этом ролике я расскажу как спасти свою печень я нутрициолог медицинский психолог и здесь про печень печень очень очень важный орган в нашем организме и я уже говорила что многие не понимают насколько усвоение веществ здоровье мозга влияет на все проходящие через печень и у моих клиентов часто нет энергии нет сил почему потому что печень хранит некоторые жирорастворимые витамины а д и витамин к витамин b12 железо медь и кобальт синтезирует белки и плазмы глобулину транспортируют все эти белки и соответственно участвует в обмене липидов и здесь мы понимаем что печень также как и сердце трудится постоянно от рождения до самой смерти и непрерывно фильтруя кровь и осуществляя активный биосинтез необходимых нашему организму витаминов витамины нужны для печени на ежедневной основе для того чтобы происходил нормально процесс обмена антиоксиданты витамины минералы это база которая нужна для печени напоминаю что если есть проблемы с печенью у человека может быть апатия депрессия стресс хроническая интоксикация и тревожность напоминаю что печень один из более важных органов в нашем организме и имеет массу до двух килограмм то есть меньше но до 2 и если мы с вами говорим что печень также как и сердце трудится на ежедневной основе то здесь мы с вами должны ежедневно помогать что я рекомендую помимо всех всех сфер которые я давала в детоксе печени всех фаз детоксификации я считаю что супер важно на ежедневной основе использовать витамин c лицетин который есть например в яйцах холин витамин b4 входит в состав желчных кислот и фосфолипидов инозитол это витамин b8 входит тоже в липотропный такой момент и он предшествует атеросклероза атеросклерозу сера ее можно принимать в капсулах источник органической серы это действительно история которая участвует в синтезе глютатиона поэтому именно момент работы с вашей печенью это супер важно для того чтобы вы могли каждый божий день помогать выводить токсины и не потому что токсины и не потому что гладиолус а потому что печень действительно не имела ресурсов для вывода печень не болит печень накапливает если у печени нет необходимых ей веществ на детокс организм начинает постоянно увядать следующее если мы говорим про печень то мы здесь говорим про все фазы детоксификации я о них рассказывала и о том как создать дополнительную витаминно-минеральную поддержку для нормальной работы и напоминаю помимо всех фаз детокс где нужны незаменимые аминокислоты витамин c это супер важно еще важно пить водичку чистая вода это маст хэп дальше если вы не даете ежедневно базовых аминокислот на детокс организм начинает накапливать болезни внутри и соответственно здесь возникают проблемы если печень с поджелудочной плохо работают и желчный также кстати плохо работает то у человека возникает вообще внутренний стресс который идет и оказывает влияние на головной мозг поэтому ребята печень это очень важная история вечером мы с вами говорим о том какие нужны травы витамины саплименты какое нужно питание я считаю что при боли при проблемах с желчным и с печенью на ежедневной основе важно использовать то что я сказала лицетин холин кондим антиоксиданты витамин c обязательно двигательная активность и конечно ребята вода вода нужно для выхода всего-всего что как грубо говоря застряла в вашем организме и мы едим еду она тоже оставляет у нас след у кого-то оставляет такой сильный след который создает некоторые проблемы и каждый день нам не хватает кому-то каких-то саплиментов это значит что в питании не идеально все и нет идеального человека с питанием все пытаются сложить какую-то идиотскую калорийность что-то но простите новый сустав новый сосуд не вырастешь новую печень не вырастешь и поэтому каждый каждый день у меня в блоге появляется все больше вопросов связанных со здоровьем почему потому что белок нужен на ежедневной основе витамины минералы на ежедневные антиоксиданты на ежедневной основе и еще и плюс здоровье жкт мне говорят а здоровье жкт это же все органы да именно все органы если что-то хоть с одним случилось селезенкой с печенью с какой-то частью кишечника какой из скольки метров вы понимаете насколько все непросто поэтому когда вам рассказывают про правильное питание то правильное питание помашите этому человеку с правильным питанием и думайте включайте мозги анализируйте и делайте выводы это обязательно когда меня спрашивают а чтобы вы рекомендовали обучать в школе детей людей я говорю биологии какой-то настоящий психофизиологии из чего мы состоим что мы должны есть что мы должны пить и как мы должны двигаться для того чтобы мы были психически и физически здоровы подписывайтесь на мой канал я алена